Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хотела бы с вами поделиться своими недавними какими-то покупками, приобретениями, подарками. Здесь лежало интересно узнать, что это будет. Оставайтесь со мной! Итак, покупок и подарочков у меня будет не так-то много, но я хочу сейчас с вами поделиться, поскольку уже совсем скоро, в конце или в середине января, ко мне придут две огромные посылки из Америки и дабы не делать 15 трехчасовых видео, я сейчас буду вам по чуть-чуть то, что у меня появляется, показывать, но потом все-таки придется, наверное, разделить на несколько видео, потому что там покупок будет разных, но очень много. Ну что ж, приступим! Первое, о чем я хотела бы вам рассказать, это вот такой вот мист от бренда Based Body Works и называется этот мист French Lavender and Honey, то есть французская лаванда с медом. Честно говоря, чего-чего, а вот лаванда здесь совершенно не улыбила. Очень приятный, очень такой сладкий аромат, но совершенно далек от лаванды. Почему-то вообще в Based Body Works меня очень сильно обманывают именно с лавандой. Я вот вам дальше покажу еще, набрала разных штучек с лавандой, а лаванды там я не ощущаю совершенно. Я вообще не совсем понимаю формат мистов. Кто знает, обязательно поделитесь со мной внизу в комментариях, возможно, я что-то неправильно делаю или как-то неправильно их наношу, поскольку я пробовала носить его и на волосы, и на тело, и запах я ощущаю, ну, буквально минутки 3, ну, максимум 5, дальше я никакого аромата не ощущаю. Но мне очень себе нравится перед сном наносить его на подушку, и вот когда засыпаешь, это потрясающий аромат, ну, он просто обалденный. И еще я очень полюбила, когда я глажу постель, тоже опять-таки впрыскать его на постель, и вот гладить, и тогда он как-то, я не знаю, то ли он запечатывается в ней, то ли что он делает, но тогда постель тоже приятно пахнет, и вот там как раз запах сохраняется значительно дольше, нежели просто так я его использую. Поэтому, девчонки, кто знает, как правильно вообще пользоваться мистом, и вообще, собственно, для чего он придумал, поделитесь со мной в этом в комментариях, и тогда, возможно, открою для себя Америку, и начну использовать его правильно. Следующий продукт, это вот такое вот молочко для тела от бренда AlpStories с запахом лаванды. Потрясающий аромат, ну, он просто бесподобный. Я, кстати, когда брала это молочко, я очень сильно надеялась, что оно будет пахнуть, так как пахнет гель для душа, поскольку внешне они вообще визуально, они полностью схожи, а гель для душа тоже вот такого вот как молочко цвета, просто не такое вот ярко выраженное молочко, оно всё-таки немножко светлее, но здесь очень классный запах лаванды, вот именно той лаванды, которую мне хотелось бы ощущать во всех средствах с лавандой, которые я покупаю, он очень такой нежный, очень сладкий, я бы сказала, может быть, чуть-чуть такой ванильный какой-то, не знаю, но вот очень сладкая лаванда, очень приятная, и просто суперовая. Я ещё этим молочком не пользовалась, поскольку у меня есть штучки, которые открытые, я хочу добить, так сказать, их, но запах у этого средства просто вожественный. И ещё одним средством от AlpStory стало вот такое вот органовое косметическое средство, которое, опять-таки, когда предыдущая у меня есть похожая план на лавандовое, то это вот органовое, которое вы можете наносить на любое ваше сухое место, и оно должно питать, увлажнять. Я попробовала один раз нанести его на лицо, поскольку на лицо у меня очень сильно начали появляться всякие шелушения, и, в принципе, оно неплохо с ним справилось, но тот минус единственный для меня, мне не очень понравился аромат. Возможно, это вот так вот пахнет орган, либо органовое масло, либо вот что тут ещё есть в составе, тут уже целая куча всяких, в общем, масел, поскольку продукт натуральный, то запах, скажем так, на любителя. По ухаживающим свойствам ещё не могу сказать, поскольку только вот недавно начала пользоваться, но в дальнейшем обязательно с вами поделюсь. Далее у меня закончилось, я не знаю, были уже эти пустые баночки или ещё только будут, тоник от Tairis, мне очень полюбился данный тоник в отношении вообще цена-качество, и хватило мне его, но космически надолго, поэтому я приобрела два вот таких вот тоника, один у меня стоит в ванной, но вот взяла, например, второй новый, и в этот раз я уже взяла с запахом лаванды. Опять-таки, это тот бренд, который меня обманул и от лаванды, но я не знаю, честно говоря, что он от лаванды. У меня он и близко не пахнет лавандой. Tairis поменяли свои упаковки, не знаю, только с лавандой или все упаковочки, раньше они у них были такие плоские, но опять-таки в пустых баночках я вам либо показывала, либо ещё покажу, то вот сейчас вот стал вот такой вот круглый бутылёк, мне сначала даже показалось, что здесь нету вот этих вот обещанных 355 мл, но нет, написано, что есть, поэтому что ж, поверим. Классный тоник, он очень так нежно очищает кожу, подготавливает её к следующему этапу нанесения крема, деликатно очищает, если остаются какие-то вот загрязнения, которые не убрала, либо умывалка, либо же, не знаю, мицеллярная вода. Очень часто после него я даже не использую крем, потому что, ну, просто не хочется. Кожа чувствует себя вполне напитанной, вполне здоровой, ухоженной. И если же какая-нибудь умывалка или, вот в частности, корейская, вызывает такое чувство стянутости, либо же сухости, то я наношу этот тоник, и всё, никаких таких вредных и противных чувств на лице уже нету. Очень сильно люблю эти тоники, я их покупала на сайте iHerb, ещё, кстати, брала их по скидке, чем сказочно довольна и рада. Поэтому, кто в поиске неплохого бюджетного тоника, очень сильно рекомендую вам обратить ваше внимание именно на тоники Tires. Следующая покупка для меня стала весьма спонтанная. Ко мне пришёл весьма практичный Николайчик, который сказал, вот тебе средства, и, в общем, выбери себе подарочек, такой, какой бы тебе захотелось. И решила я взять себе умывалку. И умывалочку я взяла вот такую, вот этот Кларанс, тоже очень долго ходила выбирала, но решила остановить своё внимание на ней. И, честно говоря, я осталась очень сильно ей довольна, я не так много ей пользуюсь, то есть она там у меня недели две, наверное, плюс-минус. И что я могу о ней сказать? У неё очень такая приятная кремовая текстура. Изначально мне не понравился совершенно её аромат, ну, какой-то он мне показался, ну, не очень. Но сейчас я уже привыкла к этому аромату, а аромат как аромат, привыкнуть можно, то есть это не прям такой вот у меня из крема, я его выбросила, поскольку он, ну, он очень гадко пахнет. То есть здесь нет, я привыкла буквально, наверное, через неделю использование. Очень деликатно и хорошо очищает кожу. Кожа после неё такая мягкая, бархатистая. Эта умывалка, так сказать, не умывает до скрипа, но она убирает все остатки макияжа. Я её использую иногда до мицеллярки, иногда после мицеллярки, иногда вместо мицеллярки, в общем, как моей душе угодно. И пока что я очень-очень сильно ей довольна. И хочу вообще взять, возможно, всю линейку по уходу за лицом от Clorans, но пока я всё-таки дождусь, наверное, Origins, которые мне придут. И вот там как раз, кстати, есть всё, по-моему, кроме умывалки, поэтому буду пользоваться этой умывалкой и другими средствами по уходу за лицом от Origins. И вообще, девчонки, я взяла вот этот именно для сухой кожи. Не чувствую совершенно никакой нестянутости, ни потом я не вижу, чтобы со временем она как-то всушивала кожу. Безумно осталась ей довольна. И следующие продукты, это прям в какой-то степени продукты Эпопея, которые я заказала с сайта Base & Body Works. Там очень часто проходят какие-то скидки вообще сумасшедшие, там и по 75%, скидки и по 50%, и по 60%, в общем, короче, ну то, что доктор прописал, как говорится. И я давно видела, что у них есть такие вот штучки, пакучки для дома. В общем, отдельно у них продаются рефилы, которые выглядят вот таким вот образом. И отдельно у них продаются разные, вообще совершенно разные, вот такие вот, я честно говоря не знаю, как они правильно называются, здесь называется Wallflowers, в общем, стеновой цветочек, цветок для стены, ну что-то в общем в этом роде. И они совершенно разные, они вот по каждому сезону времени года, они их делают разные. Сейчас к Новому году у них там были всякие с пингвинчиками, Дедом Морозом, снеговиками и всему тому прочим, снежинками, но очень классные. И, в общем, я взяла вот такую вот самую простую, поскольку, ну, по-моему, попробую, что оно вообще такое. И взяла вот такие вот 4 рефила. Этот у меня ванильный, очень приятно пахнет, прям очень-приочень. Что я хочу сказать, изначально я знала, что здесь вот такой вот будет выход. Ну, то есть, это американский сайт, конечно, совершенно логично, то, что они делают вообще под американские розетки. Очень удобно то, что вообще вот эта вот штучка, она здесь вот так вот прокручивается, то есть, как бы это было бы очень удобно, если бы мы жили в Америке. Вот, и я думаю, возьму я обыкновенный переходник себе за 5 гривен, и буду я радоваться. Но когда оно пришло, и уже я начала, так сказать, ознакомливаться с данным вопросом, оказалось всё не так-то и просто, поскольку здесь идёт выход на 110 бат, или вольт, в общем, не знаю, что там у нас в розетках. А вот в Америке там в розетках идёт 110, и, собственно, вот эта вот штучка тоже рассчитана на 110. В общем, я думала, буду голову себе ломать, но в конечном итоге я нашла у нас в Украине завод, который делает понижающие трансформаторы, которые ты всовываешь в розетку. В общем, с 220 она тебе выдаёт на выход 110. Сейчас я вам его покажу. В общем, есть специальный, так сказать, трансформатор понижающий, я уже ознакомилась с этим всем. Они есть очень огромные, поскольку, которые там рассчитаны для тех, кто тянет технику, там, скажем, холодильники, и телевизоры из Америки, то они там идут под определённое количество ватт. Я бы сказала, самый дешёвый, когда самых низких, ну, потому что, ну, какое здесь может быть меганапряжение. И выглядит она, собственно, вот так вот. Как тройник или вот как в телефонах, знаете, вот такие штуки. В общем, малой уже его сломал. Будем заказывать новый. Но сама суть какова. Вы вставляете его в розетку, сюда вы вставляете потом вот эту вот штуку, и оно вот так вот работает. Да, конечно, виду это всего не фонтан, но другого выхода нет. Поэтому брать вот эти вот штучки, если кто-то захочет взять такую пахучку для дома, я не рекомендую брать их дорогие, вот всякие красивые, поскольку всё равно из розетки будет торчать вот это вот чудо, и оно всё равно внешний вид испортит. Поэтому я птыкаю-то в розетку в незаметных местах, то есть, конечно, красоты никакой, но запах в квартире идёт, и он очень прекрасный. Если выберите прекрасную пахучку. Поскольку я, опять-таки, повелась на них, взяла я, конечно, два вот таких вот рефила. Вот они, в общем, идут такие. Один я взяла Moonlight Pass, и если бы я знала, что у меня такое мыло стоит, а я, блин, не могла бы идти посмотреть, я бы, конечно, не взяла, потому что я не в восторге от того мыла. У мыла запах мыла. А мне нравится, когда всё-таки очень вкусные какие-нибудь ароматы. То вот это вот мимо, здесь не такой реально мыльный аромат, вот в ванной его прикрутить было бы самое оно. И второй вот такой вот взяла с ароматом Sleep, который называется, думаю, для сна будет, наверное, приятный. И здесь написано, что здесь аромат ванильной лаванды. Я вот ждала как минимум вот такого вот аромата, как вот в этих вот штуках. А оказалось, не то, что оно вообще отдалённо, в общем, не напоминает ни ваниль, ни лаванду, хотя они даже вот не поленились, нарисовали здесь как бы цветочки. То, честно говоря, в общем, два запаха у меня вышло совершенно мимо, и пока лежат. А два аромата я угадала. Угадала. Первый, это вот такая вот ваниль. По-моему, это обыкновенная ваниль, просто без ничего. Очень вкусно пахнет, сладенько ванилью, все дела. Второе, здесь вот такой вот запах маршмеллоу. Очень вкусно пахнет. Опять-таки, что-то среднее между ванилью, конфетками, печенькой. Очень приятный аромат. И вот эти вот два я использовала до тех пор, пока малой не сломал эту всю нашу трансформаторную штуку. Для тех, кто хочет заморочиться, вот именно так, с этими всеми понижающими трансформаторами и ещё чем-то, то, конечно, можете заморочиться. И я, на самом деле, ни капельки не жалею. Конечно, жалею, что вот мы его только купили, и вот он сломался. И, кстати, стоимость такого трансформатора, самого обыкновенного, была, что она всего 85 гривен. Хотя, когда мы поехали у нас в городе в магазин, и спросить, вот есть ли у нас. Мы нашли только в одном магазине, где у нас продавали такие штуки. И стоило на что порядка 250-270 гривен. Я осталась всё равно довольна этими штуками. И буду покупать, наверное, в дальнейшем другие ароматы. Хотя сейчас должно прийти мне ещё несколько свечей. Вот такими вот были мои недавние покупочки и приобретения. Надеюсь, они вам были интересными. Возможно, что-то было полезным. Возможно, вы что-то новое узнали для себя или интересное. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Спасибо всем, кто смотрит мой канал. Спасибо всем, кто подписывается. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Это вот такой вот Butter Gloss от NYX. И я их просто заобожала. Я очень сильно хочу их купить. Особенно мне очень нравятся на них цены. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok